Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы попробуем ответить на древнейший, сложнейший вопрос. Какая раса самая сложная в StarCraft 2? Попробуем сделать это максимально конструктивно. Однако, не забывайте, это всё-таки моё мнение, и мне интересно знать ваше мнение. Но при этом мне хочется также, чтобы вы конструктивно анализировали и могли подкрепить своё мнение фактами. Поэтому обязательно посмотрите ролик целиком, чтобы понять, по каким факторам и критериям я всё оцениваю, и тогда мы сможем с вами говорить на одном языке в комментариях. Если будет много комментариев, обязательно мы выпустим вторую часть, какая раса самая сложная в StarCraft 2, по мнению сообщества, по мнению именно комментаторов на YouTube, и попробуем с вами поспорить, либо согласиться, сказать, что я, Тед, не прав, поэтому поехали. Итак, у нас три претендента на трон. Это Тераны, Зерги и Протас. Чтобы быть максимально конструктивными, мы создаём такую табличку, в которой у нас будут расы наши Теран, Зерг, Протас, и какие-то критерии, по которым мы их будем оценивать. По пятибалльной шкале. То есть, где нуля у нас, скорее всего, не будет, будет один, это наименее вероятно, пять наиболее вероятно. К примеру, первый критерий. Имба. Теран, скорее всего, ноль, Зерг где-то один, наверное, Протас пять. То есть, Протас максимально вероятно, что имба, но остальные расы, естественно, Терны точно не имба, ну и Зерги, возможно, чуть-чуть, очень-очень маловероятно. Вот такая вот критерия оценок. То есть, соответственно, в общем зачёте Протасы набирают пять баллов, получается, Протасы самая лёгкая раса, раз они имба, да, Терны самая сложная. Всё, вот мы закончили, как бы на этом с вами был Тед, всем пока. Конечно же, не так всё просто будет, мы будем их по нормальным человеческим критериям, адекватным оценивать, а не как сумасшедшие люди с форумов. Вот, будем всё делать по канонам и давать им оценки. Поэтому, собственно, вы можете такой же сейчас таблицу начерпить у себя в Excel, либо на бумажке, и будем оценивать, сейчас анализировать разные критерии. Для начала мы оценим просто сложность макромеханик. Здесь я открываю пустую карту там с ботом, и начинаю строить рабочих, начинаю делать какой-то базовый билдордер за каждую расу, после чего мы оценим, насколько это реально было сложно сделать, сколько нужно для этого действий, то есть, чтобы реально адекватно оценить, мы должны посчитать просто-напросто реальное количество действий, которые плюс-минус нужно выполнить, чтобы исполнять базовую макромеханику каждой расы. За протаса, к примеру, это непрерывная постройка рабочих каждые 12 секунд, периодически чаще, чем 12 секунд, то есть это с использованием крона-буста нашего, ускорения из Nexus, и постройка некоторого количества зданий. То есть здесь сейчас для примера я буду строить только минимальное количество зданий, которое нужно для выхода в три базы за каждую расу, и, собственно, будем смотреть и анализировать. Делаем то же самое за террано, и то же самое мы сделаем за зерга, то есть 7 минут развития. Итак, и на основе вот этих трех игр мы будем анализировать сложность каждой расы. Мы взяли базу, базовую установку по каждой расе, то есть за протаса мы играем 3 гейт роба, из роба делаем 2 обсервера, потом начинаем делать имморталов, из гейта первого мы делаем 3 юнита, потом мы начинаем делать даварп из трех гейтов, постоянно, как только можем себе позволить. При этом продолжаем развиваться, третья база в 4.30, то есть достаточно стандартное развитие мы делаем. И, собственно, будем оценивать много критериев. Первый из них мы возьмем именно просто банально, сколько раз нужно нажать кнопку и построить рабочего к вот условной 7 минуте. Посмотрите, в 6.30 у протаса уже у нас есть полная экономика, то есть до 7 минуты мы смотрим, то что после 7 минуты начинается уже там макроигра, там другие вещи, вопрос вот как мы просто, насколько сложно нам начать играть вот в нормальное StarCraft, именно в макроигру за каждую расу. То есть в 6.30 мы больше строить рабочих не будем, у нас уже максимум 66 за протаса. Соответственно, 66 минус 12, сколько рабочих мы построили? 54, то есть 54 раза нужно было нажать кнопку с рабочими. Следующий критерий это макромеханика. У протаса она одна, это хронобуст, ускорение из Nexos. И мы смотрим две вещи. Это сколько раз нужно было их, в принципе, нажать и насколько методично их можно нажимать. В чем смысл методичности? Он заключается в том, что если у нас нету стабильной системы, когда мы это делаем, какого-то вот хорошего цикла, а нужно постоянно об этом думать, это усложняет, естественно, игру. То есть если, к примеру, мы возьмем рабочих протаса, у них есть легкая сложность, но мы это учитывать, конечно, не будем. То есть они строятся каждые 12 секунд. Если мы выберем и начинаем смотреть на Nexos и нажимать каждые 12 секунд кнопку заказа рабочего, за достаточно сжатый срок мы обретаем мышечную память и будем уже, не думая, каждые 12 секунд нажимать кнопку с рабочим. За протаса же мы можем начать ускорять Nexos. И таким образом рабочий будет строиться быстрее, и нам надо за этим следить. Поэтому физически натренировать просто мышечную память на постройку рабочих за протаса невозможно. То есть за этим нужно постоянно следить, невозможно делать это путем именно какой-то мышечной памяти. Это мы считаем просто-напросто, сколько раз мы нажали хронобуст. Итого за 7 минут мы нажимаем хронобуст 14 раз. Сразу поставим оценку протаса за методичность, троечку. Еще раз напоминаю, если будет оценка 1, значит за протаса очень легко поддерживать методичность. Если оценка 5, очень сложно. Я бы не сказал, что сложно. Часто синхронизируются варпгейты и прочие все вещи. Поэтому можно сказать методичность, махромеханик даже 2. То есть почти легко, но все-таки из-за сбивчивости различных циклов у за протаса есть сложность. Поэтому мы оставляем 2. Дальше смотрите, у протаса идут варпгейты. Можно ли мы просто без остановки строить из варпгейтов, при этом продолжая строить рабочих. Сейчас мы посмотрим. Из роба у нас точно получается. Вот мы сделали первый доварп. Вот гиты открутились. Можем ли мы сейчас доварпать? Нет, нам нужно ждать. Нужно думать, кого мы сможем доварпать. То есть каждый раз за протаса нужно думать, кого мы будем варпать, какие у нас будут юниты. При этом заметьте, у нас на пятой минуте, к этому еще придем, у нас сейчас 6 юнитов. То есть будет сейчас 9. Мы сейчас варпанем, наверное, сентрей, плюс протаса, плюс иммортала. Да, и как видите, на данный момент только сейчас я смог себе позволить доварп сделать. То есть доварпы у нас сбитые. Поэтому именно методичность макромеханики я оставляю за протаса на 3, потому что протас не может постоянно производить юнитов. Ему нужно постоянно думать и где-то коррелировать свои действия, думать, можно ли построить сейчас юнитов, или могу ли я заказать рабочих. Очень дорогие юниты, всегда приходится думать и выбирать, что же делать. Общее количество юнитов, которое было построено к седьмой минуте, у нас 2, 4, 6, то есть 22, 26, плюс 3, 29 юнитов. К седьмой минуте протас производит 29 юнитов. Смотрите, дальше мы смотрим вообще, какие возможности у протаса разведывать. Потому что Старкрафт игра с ограниченными нашими возможностями по разведке. И получается, что протас должен разведывать, если не одними из своих юнитов, как это обычно делают протаса, то как минимум вот разведка с интроид. То есть он может, к примеру, кидать разведку, и первая разведка у нас появляется... Ну, допустим, ладно, у нас вначале разведывал рабочий, все узнал и все окей. То есть дальше следующая разведка происходит на четвертой минуте. То есть следующую разведку мы можем сделать после четвертой минуты. Если, к примеру, мы поняли, что нам нужно, скорее всего, по результатам разведки стоять дома и ждать, следующую мы можем сделать 4.30. Это обсервер. Но в чем проблема обсервера? У террана есть замечательный ревен, который, естественно, не пустит обсервера и не даст смотреть ничего. То есть обсервер у нас отпадает сразу же. Вторая проблема — это у зерга все равно все здесь в спорках. Опять же, он нас убьет обсервера. У протаса будет свой обсервер стоять. Вы никогда обсом особо ничего не разведываете. И профессионалы не разведывают обсами практически никогда. То есть обсерверы нам помогают выстраивать какую-то оборону, помогают давать вижен вокруг своих баз. Это как бы хорошо, это все полезно. Но в целом за разведку протасом, именно за возможности их разведки, я бы поставил, наверное, четверку. Четверку. То есть я бы не назвал то, что очень сложно, ну что прям невероятно сложно, но при этом в целом это сложно, потому что обсерверы не самые полезные. Сентри нам дает разведку очень-очень редко, и они стоят сотку газа. То есть это дорогой юнит. Вот в следующий раз можно на пятой минуте. То есть раз в полторы минуты Сентриа дает нам разведку. Это очень долго для Старкрафта. Вот такой вот критерий у нас разведки. Вот при этом зависимость от разведки. Давайте откроем такую табличку опять. Зависимость от разведки. Сколько мы поставим протасом? Ребят, зависимость от разведки я поставлю 5. За протаса, если вы банально что-то неправильно разведали, неправильно поняли, это всегда сразу же финиш, это сразу же ГГВП. К примеру, у Террана всегда есть возможность поставить, к примеру, сделать скан. То есть сделать скан, убить Дарк Темплара. Если у вас еще не было инженерки по билду, если вы плохо разведали, что это Дарки, к вам пришли Дарки, у вас есть шанс отбиться. У Зерга, опять же, тоже обычно всегда все есть, чтобы отбиться. Поэтому в зависимости от разведки Террана я поставлю где-то, 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 где-то троечку. Потому что Терран, скорее всего, обычно тоже может что-то не разведать, но при этом у него есть какие-то вещи, которые просто жестко все блокируют. К примеру, мина, которая будет убивать призму, залетающую практически за выстрел. Очень базовые, дешевые вещи, которые делаются выгодно. В зависимости от разведки Зерга я тоже оставлю тройку. То есть Зерг, в принципе, зависит от разведки, зависит от принятия решения. Даже нет, Зергу поставлю четверку. У Зерга обычно все есть, но если Зерг не разведывает, он, конечно же, плох. Вот. Саму по себе разведку, опять же, за процессы я ставлю четверку, потому что это делать, в принципе, сложновато. Это делать трудно, потому что постоянно это требует кучу лишнего мультитаска, лишних задач. Нету на это юнитов практически никогда. Вот. То есть общая колва юнитов я тут записал, потом мы по ним будем ставить оценки по вот этой вот вещи. Вот. По макромеханикам. То, что у нас идет на подсчет. А то, что идет не на подсчет, мы ставим оценки прямо сейчас уже плюс-минус. Вот. По разведке. Сама по себе разведка, смотрите, за Зерга, она суперэлементарная. То есть она подразумевает нашу базовую макромеханику, которая распространяет крип по всей карте, и у нас все дальше легко за Террана. Я бы поставил разведку на самом деле 5. Или тоже 4, но Террана я поставлю сложнее. Почему? Потому что... Не-не-не, знаете, 4. 4 по одной простой причине. У Террана есть Рипер. И вот как раз таки в начале Рипер смотрит все прокси, смотрит за выходом. То есть, в принципе, у него есть возможность Рипера сохранить минуту до 5, до 6, и он вам будет вот как раз таки до 6-7 минуты давать всю инфу, которую надо. Есть ли у соперника 3, есть ли 2, выходит ли он на вас. Но при этом все равно Риперам нужно контролить. Он дохлый, его можно потерять. И дальше, если что, у вас есть какие-то марики, еще что-то. Но это сложно. Обычно Терран этого не видит. Поэтому мы поставим Террану 4. То есть, мы не берем темы, когда Терран разведывает как бы боем, когда он дропает мины, исходя из этого берет разведку. Это все опции. Но вот если просто базово играть, к примеру, это 4. Количество юнитов, общее это мы считаем. Зависимость от SimCity. Вот какая зависимость от SimCity, к примеру, у Террана? Она стремится к нулю. Если вы неправильно поставили CC-шку, вы можете ей перелететь, встать на нужное место. Если вы неправильно поставили барак, вы можете перелететь, встать на нужное место. Но при этом все-таки надо плюс-минус понимать, где вы ставите здание, чтобы эффективнее отбиваться. Поэтому Террану я ставлю по сложности тройку. То есть, нужно немножко понимать, но прям все делать идеально не нужно. Протасу. Протасу я ставлю 5, ребята. 5 это реально самая сложная раса по зависимости от SimCity, потому что, если вы ставите просто все здания АБК, вы будете жестко проигрывать. Очень критически играет роль, ставится первый пилон сюда или сюда. Ставится ли сюда третий пилон. Есть ли у нас здесь небольшая разметочка, две клетки, либо нет. То есть, если тут одна клетка, мы от дропамина, если соперник знает, как использовать неправильную застройку протаса, будем просто терпеть и плакать. Если мы ошиблись с пилоном, то есть, в зависимости от разведки, опять же, у нас нет ресурсов, потому что у протаса все очень дорогое, ставить все подряд, кучу всего. То есть, у нас есть вариант поставить либо пилон, например, сюда, лишиться стенки от гелионов, либо поставить его, например, сюда, и лишиться возможности хорошей батарейки в минеральную линию, если мы играем против большей. И это все очень критично и очень важно, очень важно понимать билд, поэтому за протаса это тяжело, за терп на это тоже важно, за зерга вообще абсолютно все равно, поэтому зерку в зависимости от сим-сети мы ставим один. Единственное, когда зерк зависит от сим-сети, это когда он разведал, что на вас идут раш собак, к примеру, и вам нужно поставить стенку на второй базе, но это не тяжело, то есть, это ставится у нас один. Еще мы допишем количество зданий, то есть, это тоже то, на что тратятся наши действия. Вот, мы берем седьмую минуту, опять же, я здесь не достраивал макро зданий, что за террано, что за протаса, сейчас мы террано еще включим. Ну вот. Но при этом, общий лимит доступен у нас 149, надо это будет учесть, потому что посмотрим, сколько я настроил supply к затеррано, и сколько за зерга оверлордов. И считаем количество зданий. Общее количество зданий за протаса, это вот среднее, которое нам нужно будет всегда строить. Шесть газов, 13 пилонов, кибернетка, робот, три нексуса, то есть, два и три гейта. Двадцать. То есть, 24 здания ставит протас. 24 здания, должен он поставить вот к седьмой минуте, и при этом у него еще копится 900 газа и 1000 минерала, то есть, в принципе, они как раз будут тратиться на грейды, еще на что-то, то есть, 1000, 1000 остается, это мы так. Будем тоже учитывать, что есть остаток по ресурсам на седьмой минуте. Так, колл возданий вам не видно, но вот тут вот будет он тоже. Да, все вот так. Теперь супер. Оборона сама по себе. Насколько она пороста. Если честно, то я, наверное, каждой расе бы уравнял шансы, потому что просто нужно поднимать свой билд, просто нужно поднимать свою расу. И, к примеру, опять же, за протаса он зависит от разведки, но при этом, если вы хорошо разведываете, то в целом оборона для вас достаточно легкая, поэтому, не знаю, наверное, этот пункт лишний. Поставим пока что тройки, может, потом сейчас буду думать, рассуждать, анализировать, и мы поставим другую какую-то историю с оценками. Кстати, насчет этого. Давайте сразу прям залетим вот сюда. Мы возьмем какую-то раннюю оборону. То есть, возьмем, к примеру, пятая минута, то есть, тайминг таких пуши, 1-2 базовых, каких-то ранних, и тайминги выхода как раз-таки в третью базу. Смотрите, к этому моменту у протаса на данный момент 0 ресурсов, то есть, мы больше ничего не имеем. И у нас есть 10 юнитов. То есть, это не больше, чем 3 юнита на базу. На одной базе у нас 4 может обороняться, на каждой из другой 3. Это интересно. То есть, мы сейчас в оборону напишем колва юнитов на пятой минуте. То есть, как раз-таки на базу, естественно, у протаса 3. Потом будем думать как раз, может, у кого-то другого больше или меньше. Вот. Следующий критерий. Состав армии. Насколько сложно выбирать состав армии за каждую расу? В принципе, я бы сказал так. Смотрите, давайте начнем с терана. Давайте начнем с терана. Теран у нас выбирает. Что у нас теран выбирает? Он выбирает либо био, либо мех. То есть, нужно ли терану очень сложно думать, когда он видит, к примеру, колоссов. он просто достраивает викингов. Нужно ли думать, когда он видит, к примеру, архонтов? Нет, он ставит гастов. Нужно ли ему думать, в какой состав выходить, если он видит, к примеру, мутолинга бейнов? Нет, у него уже есть био и танки. То есть, био и танки, био и танки. Сложность состава армии терана к выбору один. То есть, супер легко. Зерк. Какова сложность? Смотрите, она была бы сложной, если бы нужно было очень жестко думать и анализировать. Но при этом Зерк все видит. То есть, разведка Зерка, вот, два, супер легко, все постоянно видно, постоянно где-то они все видят. Поэтому состав армии я бы Зерку оценил на троечку, на троечку. Вот. Что в целом, Зерку может не повезти, но его всегда больше, он разменивается и потом меняет свой состав. Давайте по Процессу. Процесс, к примеру, Процесс, к примеру, имеет несколько рабочих составов. К примеру, там, сталкеры-колоссы, все они логически продуманы, чтобы у вас был приоритет по разным типам войск, по воздуху, по земле, чтобы универсально работать, потому что у Проца слабая разведка, сложная очень, ему нужно изначально играть в правильные составы армии. Вот. При этом, если он играет сталкера-колоссов, к примеру, может ли он сражаться там против каких-то определенных случайных типов, там, меха? На самом деле нет, он будет жестко проигрывать. То есть, поэтому Протосову армию слабирать чуть-чуть сложнее, чем Зергу. Ему нужно анализировать и думать, как дальше переходить, какие дальше составы делать. Вот. Дальше, билды. Билды, 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 Какая зависимость от билда у Терана? На самом деле достаточно большая, то есть, я бы поставил четверку, потому что за Терана нужно хорошо именно понимать, какой вы сделаете билд, как он будет работать. Хоть мы строим одно и то же, но при этом сам по себе билд очень важен. Будете вы прилетать вовремя, мина или не вовремя. Вот. Какая именно сложность билда за Зерга? Никакая. Вы в каждом матчапе можете реально играть одно и то же. Стандартное открытие, стандартное продолжение будет меняться лишь одно. Против Зерга вы можете в начале чуть-чуть больше строить собачек, к примеру, ну, на начальной стадии. И все. Но обычно это от разведки, от реакции зависит. Ну, и как бы сама по себе сложность билда обычно никакая, потому что вы ничего не меняете, вы лишь выбираете какое здание там поставить. Поэтому за Зерга это один. За Протоса. За Протоса он как бы зависит от билда, но в целом за счет того, что здания дорогие, его достаточно легко учить, Протосу тройку ставим, то есть не больше. Вот. Следующий. Микроконтроль. Микроконтроль мы очень легко посмотрим, то есть мы подумаем о том, какой реально есть микропотенциал у юнитов и насколько он сложно реализуем. Давайте начнем опять же с Теренов. То есть какое количество скиллов у них есть. Сейчас вот это мы уберем, чтобы было все видно. Смотрите, у них есть стимпак, это раз скилл. Потом у Гаста есть ну нюку тяжело назвать микроконтролем. ЕМП и этот и выстрел, да, то есть три скилла уже есть. Там закопки, перераскопки, скажем, четвертые, циклоны пятый скилл есть. У Рэйвена еще 6-7-8 скиллов, 9-10 скиллов. У Банши 11, у нее есть микропотенциал, то есть примерно у Терна 11 скиллов у Армии. Вот. Реальный микропотенциал, в принципе, тут можно опять же спорить про Focus Fire, но он у каждой расы нужен, за каждый раз его нужно делать в разных ситуациях по-разному, тут тяжело оценить. Вот. Шаг Аклик, сколько Терна не ныли, что это микро, нет, это не микро, это просто правый клик-а-клик, и когда у вас у юнитов под стимпаком скорость атаки 0-3, то есть это все, что вам нужно делать, это нажимать двумя пальцами, там, шаг-а-клик, то есть никакой сложности в этом нету. Сплит. Надо уметь, но чаще решает не просто сплит, а то, что вы просто перед боем должны засплититься, потому что в бою не успеете. А запротцы, к примеру, этот потенциал полностью отсутствует. Вот, за зерга же в ЗВЗ наоборот, сложность вот базового микро достаточно высока, но при этом у зерга скиллов, смотрите, которые реально используются, коррозив байлы, которые кидаются рэпидфайром очень легко, люркеры закапываются, у вайпера в принципе там два скилла используются буквально, то есть притянуть или тучку кинуть. за грибов, ну это не скилл, это так, способность как закопаться, за караптера тоже как бы микропотенциал нулевой, за инфестра надо кидать тучку, бывает, бывает паразит, и все, понимаете, то есть за зерга у нас 5 скиллов плюс-минус, которые нужно использовать именно ну, как микропотенциал. Вот, что нужно использовать за протцев? То есть запротца тени адепта, микро, микро, то есть тени адепта это всегда нужно кинуть, надо за ними следить, чтобы их отменить или не отменить, то есть это микропотенциал именно обилки, потому что если вы не будете следить за ней, у вас будут умирать ваши адепты. Это не кинул и забыл, то есть закинул и думаешь, микрить или не микрить, так сказать. Сентри расходует энергию на каждую свою обилку, то есть по этой же причине я бы не ставил зерговского юнита в именно как юнита, которым стоит микрить равагера, то что если вы сделаете что-то не так, вы сделаете то же самое через 3 секунды и сделаете уже хорошо, к примеру, за протца вы потратите свою ману и не сможете повторять. За протца нужно, гвардиан шилд кинуть нужно, нужно, при этом нужно аккуратно кинуть один, а не 5 штук одновременно, то же самое с филдами, они будут неэффективны, если неправильно, и галлюцинации тоже нужно думать, надо уметь быстро кидать нужные галлюцинации, блинк, микро-микро, да, то есть уже 3 обилки есть, дарк-темпларами, блинк, микро, но стоит там думать, я короче засчитаю просто как обилку, 4, темплары, шторм-фидбэк, супер жесткая микро, архоны не нужно, призма, конечно же, микрит, прямо половина микропотенциала протца это микропризма, то есть мы берем первые 7 юнитов, на них уже больше 10 обилок микроконтроля нужно, колоссам там нужно сплэшить, но это не надо, дизраптор, нужно контролить, то есть мы не можем кинуть шары забыть, мы должны кинуть шары им подконтролить, потому что соперник от него, конечно же, легко вернется, шар летит достаточно медленно, фениксам поднимать нужно, нужно, иначе он бесполезен, вайдрей не считается, но обилка, заоракл у нас есть, сложнейшее микро, естественно, когда мы у нас пульсар бим включен, ревелэйшн, это ладно, то есть за этих уже все, нету обилок, но есть замедление таймварп мазошип кором, то есть, соответственно, у процесса у нас уже, уже, уже где-то 14 микроспособностей, и таким образом мы ставим оценки, то есть процесса микроконтроль, самый сложный, терра нам немножко легче, зергам троечку, то есть мы не ставим единицу, мы не делаем жесткую разбежку, потому что, ребят, все равно каждый раз нужно микрить, каждый раз нужно что-то уметь подмикривать, особенно ЗВЗ, к примеру, очень жесткая, но при этом в других матчапах зерги берут количеством, а не микроконтролем, поэтому микро мы у них уменьшаем, количество зданий это мы еще будем считать, количество юнитов будем считать, методичность, методичность, методичность сейчас будем смотреть, поэтому давайте прыгаем в реплей с терном, к примеру, Так, затерна, все делается достаточно стабильно, без всяких косячков. Мне нравится методичность в плане саплаек, то есть, вот, к примеру, за процесс, опять же, из-за разбежки в ценах нужно постоянно подсматривать, когда же сделать этот саплай. Затерна, мне очень нравится именно процесс добавления саплая, он намного методичнее, чем у процесса и чем у зерга, потому что за зерга тоже надо конкретно так порадумывать, что мы делаем. То есть, затерна, мы, к примеру, делаем саплайку и до 60-го лимита мы постоянно делаем саплайку одной и той же КСМ. Затем на 60-м лимите мы начинаем делать по 2 саплайки. Вот, в принципе, и весь секрет. Смотрите, то есть, у нас 2 саплайки почти закончились, у нас саплайблок подходит. Мы заказываем сразу же 2 новых, продолжаем строить юнитов всех без перерыва, и затем у нас, опять же, подходит саплай к моменту, когда достроились саплайки. Вот такой вот прикольный секрет. Итак, мы пришли к первой точке, это количество юнитов на пятой минуте. У нас затерна, может быть, на пятой минуте 13 мариков, 3 сич танка, рипер, викинг, там, банша, к примеру. Я вот так вот строил юнитов, то есть, в целом, не сильно важно, какие они, важно, что это строилось из 1-1-1 установки. Вот. Итога мы имеем 15 юнитов, что в 2 раза больше, чем у Протаса. Таким образом, если мы обороняемся за террано, у нас больше есть возможность покрыть каких-то мест. То есть, в одном месте мы можем поставить, к примеру, бункер и несколько мариков и танк, и на другое место у нас останется еще 10 юнитов, которые тоже вносят КПД. У Протаса же в любом месте обороны, как мы помним, остается всего по 3 юнита. Поэтому террано пока что обгоняет по легкости обороны Протаса. Мы поэтому террано сейчас пока не будем менять. Протасу поставим четверку, потом подумаем, что у нас остается зергу и террано по обороне именно, по сложности обороны. Плюс у него АОЕ способности, то есть, танки защищают большую зону. У Протаса все юниты на этой минуте будут стрелять только в одну точку. Если они неправильно стоят, конечно же, с Протасу будет сложнее. Поэтому вот так вот мы ставим именно оценку по обороне. По методичности террано поставим 2. Это достаточно легко, и вот в этом суть, что вроде бы действий надо сделать больше, вроде бы. То есть, нужно построить на 9 юнитов больше. Но все эти юниты строятся намного методичнее. То есть, за Протаса вам нужно подгадать момент, когда вам там хватит ресурсов. Потому что юниты стоят, понимаете, один сталкер, как там 4 марика примерно цена. Ну, если взять там газ плюс минерал, как-то так пересчитать. А затеррано 2 марика стоят 100 минералов. Мы просто нажали 2 раза кнопку, и все, они у нас строятся. Вот, мотаем, естественно, на 7 минуту. Смотрим, 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 сколько у нас всего зданий, сколько у нас всего там юнитов, лимита и прочего. То есть, по запасу мы видим столько же примерно, как и у Протаса у нас получилось. Но при этом рабочих у нас 60. Это из-за того, что у нас делались командные центры, и поэтому у нас есть такой косячок. Поэтому у террано всего 48 рабочих. Также здесь я могу сказать, что у зерга будет всегда больше всех рабочих при любом раскладе. То есть, зергу, неважно, что мы поставим, у нас будет так. Затеррано по рабочим будет, получается, где-то тройка. За зерга тоже тройка, за Протаса четверка. То есть, Протасу нужно просто банально больше рабочих сделать, больше раз нажать кнопку, чтобы построить рабочих. То есть, думать, что за террано, что за Протаса не надо, за зерга, естественно, это сделать легче всего. Зергу мы оставляем двойку, потому что рабочий у него строится, просто строится, строится, строится и все. И тебе не надо особо напрягаться, постоянно держишь кнопку с рабочим. Вот, макромеханики считаем. Считаем макромеханики за террано. Сколько раз мы за 7 минут кинули мулов. То есть, макромеханика террано, это мулы. Это энергия ЦЦшек. Сколько раз она была исправлена. Я добавлю еще... При этом методичность за зерга я еще, кстати, сразу же поставлю как единичку. Потому что за зерга макроцикл стандартен и всегда просто мега одинаков. Плюс при этом есть какие-то спасающие механики в стиле, если вы накопили энергию на квинах, вы можете кинуть несколько энергий подряд. Хоть это и неэффективно. В то время как, например, хронобуст, если вы не кинули на Nexus, то вы его не кинули. Вы не можете кинуть два одновременно. Они будут неэффективны, вам все равно придется дальше следить за этим. Итак, за 7 минут террано кидает 9 мулов. 9 мулов, ребята. То есть его макромеханика заставляет его нажать кнопочку 9 раз. В то время как протаса пока что заставляет 14 раз нажать хронобуст. Интересно, сколько будет у зерга. К этому мы сейчас скоро придем. Потому что я думаю, тут будет в этой строчке приличная война за очки. Количество юнитов на, соответственно, седьмой минуте. 34. То есть немножко больше, чем у протаса по количеству юнитов. У нас будет на седьмой минуте затеряно. Поэтому протас здесь у нас получает именно по сложности того, сколько юнитов нужно построить. То есть чтобы построить юниты, вам нужно нажать кнопку. Думать, каких строить. Да, протасу сложнее. Но при этом, в принципе, взять и сделать количество терну сложнее. Поэтому терну мы ставим 4. 4 здесь в количестве юнитов. Обязательно протасу 2. Это очень легко за протаса строить. Потому что все дорогое. Нажал кнопку, оно строит. Да, надо думать. Но думать легко. Поэтому, в принципе, жать кнопки сложно. Вот терн сложнее у нас получается по этому показателю. По показателю количества зданий. Смотрите. У терна мы возьмем, во-первых, еще по орбитальной станции. Заедим. То есть 3 раза орбиталка строится, 2 раза ццшка. Это уже 5. Берем соплайки. Но их я отниму. Короче, 12 будет. Потому что чуть-чуть переборщили мы с лимитом. То есть 12 соплайок. 5 это ццшки. 4 газа. 3 пристройки в этом именно случае. И 3 здания. То есть в общей сложности у нас идет 10, 15, 27. 27 зданий. Это на 3 здания больше, чем у протаса, как минимум. Поэтому по этому критерию мы опять же возьмем и поставим 5. На самом деле затеррано реально зданий больше, чем за всех нужно строить. Поэтому затеррано в этом плане играть сложнее. За протаса поставим 3. Потому что протасу надо много зданий. Но в целом из-за того, что все юниты дорогие, здания дорогие, ему не надо очень много. Сколько зданий надо зергу? Я думаю, все знают. Две хаты и там пул и еще рачатник. То есть пара технологических зданий. За зерго количество зданий это просто 1. То есть ему легко ставить здание. Ему не надо об этом думать. Ему не надо вообще думать там о количестве зданий. Сколько ему надо продакшн. Он просто лепит, лепит, лепит здание. Вот и все. То есть он, естественно, по этому плану, в этом плане самая легкая раса. Ну и поехали смотреть, чем все закончится. Первое, конечно, это количество юнитов на пятой. Оно будет у зерга плавать. Естественно, если вы чего-то боитесь или вы ждете. Потому что вы все видите. Посмотрите, зерк на третьей минуте уже имеет, в принципе, вижен почти по всей карте. И может видеть все, что надо. Всего за 100 минералов зерк может поставить в 4 точки своих лингов и контролировать уже 4 точки. Его сапплайи, в принципе, летают и видят всю карту. И к пятой минуте, сколько у нас оверлордов получается плюс-минус сделано. Давайте посмотрим. То есть к пятой минуте у нас получаются уже 11 оверлордов. Понимаете? Вы на пятой минуте можете 11 оверлордов распределить по карте и видеть очень много ключевых точек. При этом и лингов. То есть здесь у нас такая дилемма получается небольшая. Как бы здесь на данном реплее у меня юнитов нет. Потому что я играю там в королев. Но есть уже королев. Почти 6 штук у нас готово. Наверное, если чуть-чуть ровнее делать, будет 6 штук уже к пятой минуте. И получается, что у зерга, в принципе, банально королев. Столько же, сколько там у протасов всего юнитов. И за один клик буквально зерк может сделать юнитов больше всего, чем надо. Поэтому в плане именно количества юнитов на пятой минуте, вот здесь, вот это вот в обороне, зергу, в принципе, проще всего. То есть его физически может всегда быть больше, чем для любого другой расы. Поэтому ему здесь мы ставим двоечку. Вот. Дальше. Количество юнитов на седьмой минуте всего. Какое у нас будет? Я думаю, все тоже здесь догадались, что юнитов будет больше всего. В чем прикол? Понимаете? В том, что терн и протас должны их заказывать в течение всей игры. Они должны вот стараться ради этого. Нажимать много раз кнопку методично, с ровными интервалами, иначе у них юнитов будет мало. Зерк же настроил рабочих и потом просто держит одну кнопку, и у него на седьмой минуте получается юнитов, естественно, больше, чем у всех. То есть у него 60 лингов, 8 рачей, 6 тралагеров, к примеру. И в общем сложности это 150 лимита занимает. То есть весь лимит, который мы делали свободный за терна и за протаса, у нас в за зергах имеется. Поэтому по количеству юнитов, опять же, зерк самая простая раса. Ему проще всего построить огромный лимит. Терну сложнее всего это сделать, потому что ему надо больше растажать, ему надо следить внимательно за производством. Потому что в целом из-за того, что юниты дешевые, терну это сделать намного сложнее. Потому что он не может себе позволить ошибиться. Если зерк не заказал 10 секунд собачек, он закажет все равно 20 собачек. Если терн не заказал 10 секунд мариков, у него будет меньше на 2 марика. Именно меньше. То есть он их уже не компенсирует никак. У зерка же из-за того, что автоматически ларва появляется, личинки и все вот это, это сделать, естественно, проще. Итак, макромеханика, последняя, последняя, самая жесткая. Что же мы проис... что у нас за макромеханика, за зерка? Это инъекции, это распределение крипа. То есть те наши способности, которые мы должны делать постоянно, циклично делать, 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 делать. Сколько раз их делает зерк? Зерк уже к этой минуте делает примерно 20-24 раза макромеханики. То есть в них я учел и распространение крипа, именно слежение за крипом и делание инъекций. Все вот эти вещи. Что, кстати, дает, смотрите. Терен делает 9 макромеханик, проц 14, зерк 24. То есть мы зерку ставим, честно, хоть это и легко научиться делать, потому что это циклично, это заставляет вас делать постоянно, но при этом это нужно делать больше любой другой раз. И поэтому здесь зерк получает пятерку. Просто банально ему приходится тяжелее, ему надо делать это больше. Мулов кидать суперлегко, это единичка опять же. Протасу хронобуста кидать тоже суперлегко, чуть-чуть больше надо, это двоечка. То есть это двоечка. Методичность... Давайте подумаем еще раз об очках. Методичность у протаса. Честно, я поставлю, наверное, терену троечку, так же, как и протасу. Протасу, наверное, двоечку мы поставим. Все-таки за терену нужно следить внимательней, да, то есть тут терену сложнее. По рабочим, опять же, все у нас как бы распределилось по очкам, то есть терену надо меньше всего рабочих построить, зергу это сделать одной кнопкой, а протасу нужно, естественно, больше всего строить рабочих, то есть это делать сложнее. Вот, по количеству юнитов все у нас тут понятно. В принципе, я думаю, нормально все, честно. Вот, итак, пропишем, ребята, формулу и угадаем, кто же, кто же, кто же самая сложная раса. Итак, что я хочу от вас? Прямо сейчас напишите в комменты, какая раса вы думаете самая сложная. А я открываю ответ через 5, 4, 3, 2, 1. Итого у нас зерги получили 26 баллов, терны получили 38 баллов, а протасы получили 43 балла. Соответственно, самая сложная раса у нас это протас. За ними идет теран и за ними идет самая легкая раса зерг. Давайте же начнем в комментах, поспорим на эту тему. И если будет много у нас комментов, сделаю еще один ролик, опять же, как я упоминал. О мнении комьюнити, о том, какая раса все-таки самая сложная. Приводите ваши доводы, мне очень интересно. Мы о них поразмышляем, и ваши комментарии обязательно попадут в следующее видео. С вами был Тед, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok